А у нас в гостях, как мы уже объявили перед заставкой, депутат Рижской думы, врач-психотерапевт и автор фильма «Мой гуру» Руслан Панкратов. Здравствуйте. Доброе утро. Вас можно поздравить с дебютом. Вы стали режиссёром фильма «Мой гуру» о своей поездке в Индию. Почему решили снять кино? Расскажите. Ну, я больше, скажем так, автор идеи и продюсер, нежели режиссёром. Потому что режиссёром в этой картине и оператором выступил мой товарищ-друг Виктор Гриберман, выпускник в ГИКа с классическим образованием. То есть подошли профессионально. Очень, очень. Так вот хотелось, знаете, такой личный перфекционизм обрамить в что-то такое действительно профессиональное. Это не просто доклад о моём каком-то путешествии. Это больше некое такое, знаете, изыскание. То есть это фильм даже не об Индии. Это фильм не о путешествии. Это фильм о том, что, ну вот, знаете, мы все задаём какие-то вопросы. Для чего живём? Куда? Что потом? Ну, в классической психотерапии это там три есть уровня, да, когда люди погружаются в глубокую депрессию после 30, после 40, там и около 50. Ну вот, наверное, наступил какой-то момент, когда профессия есть, образование есть, первые шаги в карьере. Но вот что-то вот такое незримое оно существовало. Как говорят, сердце просит, душа поёт. То есть хочется духовности? Ну, хочется осмысленности, хочется некой мудрости. Ведь хочется, ну не то, чтобы оторваться от животного такого уровня жизни, но хочется больше, чем просто ходить на работу, зарабатывать деньги, прожигать свою жизнь на какие-то развлечения, увлечения. Что-то вот хочется более, чего-то глубокого, конечно. И вот этот фильм об этом и о таком неком исследовании, то есть, ну, оставаясь, особо по черту, оставаясь, в общем-то, православным человеком, я просто начал изучать вот эти все восточные философии. Это нужно было и для психотерапии, потому что, ну, западная медицина, она же не даёт описание, что такое душа. Психология, наука души. Они всё, вот, описательная часть, там, включая, там, Юнга, Фрейда, Фрома, ну, любой человек-революционер, скажем, психотерапия, это всё описательная часть. Ну, откуда-то они знания-то черпали. И вот, ну, в западной медицине, мне показалось, ну, скажем, американцы очень далеко продвинулись в ней. Ну, вот они, ну, они поставят диагноз, предположим, вот вы понимаете, вы осознаёте, что там ваши все проблемы там из детства. Ну, да, осознаю, там, или человек осознаёт. И что дальше? Где этот выхлоп? Где одними таблетками? Ну, это всё, это уход. Это же заглушка симптоматики, вот, некая, больше ничего. А где выход? Выход, вот, вы понимаете, здесь истинное понять предназначение нас с вами, да, то есть это, ну, в хорошем смысле, там, служение людям, ни в коем случае не унижение. Это что-то делать для того, чтобы жить, вот культура в том же числе, да, то, что после нас всегда останется. Это, ну, молитва, мантра у кого как угодно, оно даёт некое состояние транса, то есть изменённое состояние сознания, когда вот эта суета, это как испытание, да, то есть этот быт. А получается, что, когда ты смотришь на это, для счастья это всего мало того, что и надо. И опять же возвращаемся к классической психотерапии, что что такое счастье? Это субъективное ощущение внутреннего комфорта, не зависящего от внешних факторов. Но идея, прости, но идея это тем, кому за 30, да, за 40 и за 50? Не обязательно, здесь кто как придёт, да. Я говорю о том, что вот в 30, знаете, вот очень как-то меня впечатлило когда-то во время изучения, ну, обучения, что Юнг не брал пациентов после 30, которые не верили в Бога. Он считал их неизлечимо больными. То есть как ты после 30 можешь в Бога не верить? То есть, ну, понятно, что у нас молодость такая, может быть, накопительная такая, ну, как и со здоровьем, никто же там особо не болеет, а потом это всё начинает возвращаться. И вот откуда берутся и депрессии, потому что вроде бы, ну, всё, вот, помните, там, заканчивал 10-12 класс, там, закончился институт, была какая-то цель, всё, ты идёшь, идёшь, потом первые шаги в карьере, и вдруг понимаешь, что вот работа, дом, дом, работа. Но депрессия – это же химический процесс, это объяснимо, что нехватка серотонина. Серотонина под воздействием стресса и так далее. Но там многофакторная проблема, вы знаете, там может быть от собственного самовнушения, то есть вот, знаете, ой, я страшная, я там тупая, и всё, и никто этого человеку не докажет, или как вот мы смеёмся, мужчина, там, я толстая, я никуда не пойду, понимаете, вы можете доказывать всё, что угодно, но вот человек себе внушил. Но это формирование внутренних компаний. Конечно, это несинхронизированная работа внутренних органов, вот вам вся физиология, это, может быть, георазломы, не знаю, человек там живёт где-нибудь на геопатологии. Теечных зонах, там, или, не знаю, на Ртутном озере, где-нибудь на берегу, там, ещё что-то. Это, может быть, астрология, это, может быть, ну, как ни странно, продолжается воздействие, там, не знаю, там, как хотите называть, магическое, мистическое, всё это существует. Другое дело то, что огромное количество мы увидим профанации, но исключать это нельзя, во всяком случае. А про фильм-то, вернемся к фильму. Да, давайте про фильм. Там указали фильм не про Индию. Индия там есть же? Нет, и на фоне Индии, но на фоне неких таких изысканий, на фоне вот этой поиска вот этих ответов на извечные вопросы. И вот все религии мира, они говорят об одном и том же. Это главный, в общем-то, посыл этого фильма, что это любовь. Вы можете не быть вот в том контексте верующим человеком, ну, как я имею в виду, ритуальность. Вы просто вот, ну, наверное, что-то есть, что в этом мире ни выпить, ни съесть. Вы просто вот так живёте, вы являетесь глубоко верующим человеком, не отбивая поклоны где-нибудь. И об этом и говорим. А фильм снимался в Индии? Где именно? Да, мы снимали. Где именно? Он снимался в Индии, нам помог ещё индийский оператор тоже, это однокурсник Виктора, тоже закончил в ГИК, прекрасно говорящий по-русски. К сожалению, он не дожил до нашей дни, вот до этой премьеры, но вот фильм складывался таким образом. В общей сложности мы за три командировки отсняли 72 часа, и было из чего выбрать. И, конечно, ну вот, сложили из того, что мы сложили, получилось 46 минут очень такого динамичного, незатянутого, на мой взгляд, искреннего фильма. И он сделан в стилистике, знаете, мы специально уходили от такого формата поучительства, такого BBC. Я рассказывал свой взгляд на Индию, я рассказывал свой опыт, может быть. Если он кому-то пригодится, здорово. Но никаких нравоучений. Фильм о вас? Моими глазами. Он мне оболняет. Были-то в каких вот конкретно городах, местах? Мы были, да, мы были в Дели, мы поехали на север Индии, есть такой святой город, называется Хридвар. Ворота в рай, там вот идёт паломнические все туры, омовение в Ганге. Это было в Гималаях, это Лех-Ладак, это было Бадренад, если я не ошибаюсь. То есть это вот, всегда эти съёмки были не просто вот пейзажные, красивые, но это было ещё на святых местах. Вы-то даже не первый раз были в Индии? Ну, в Индии тогда, наверное, уже, когда мы начали съёмку, наверное, уже пятый-шестой раз, да. И вы не разочаровались, потому что многие у них, у них своё представление об Индии, они приезжают и несколько разочаровываются в этом. Там грязь, суета, прочее. У вас не было такого? Ну, обломы... Это жизни. Это, конечно, шокирует. Это там. Но когда вы возвращаетесь, вы всё равно вспоминаете это только самое лучшее. Не все. Не все. Есть люди, которые говорят, нет, это не моё, не моя культура. На самом деле так и есть. Это не наша культура, это не наша, может быть, даже религия. Но надо брать оттуда всё самое, вот как губка для вас ценны. А как вы поняли, вот почему туда так тянет? И до 30 тоже. До 30 тоже. Я, как мне кажется, со здоровым скепсисом ко всему подхожу. Поэтому мне тоже, я хотел исключить вот это самовнушение, да. Я сам себе наговорил, можно же ездить и по Золотому кольцу России, в общем-то. И Афон для этого есть, есть и Израиль. Вы знаете, не знаю, что срабатывает. Вот даже если это элемент самовнушения, он позволяет вдохновляться. Он позволяет как-то расширять сознание. Хочется творить, наполняться этой любовью и потом дарить её уже здесь, когда приезжаешь. Но это не погружение в какую-то контрастную среду, чтобы вот посмотреть на себя в условиях какого-то, может быть, даже экстрима. Отчасти, да, да, да. Ну, я сейчас стал, вот если я вожу же группу, да, но сейчас я стал помягче, потому что тогда я брал группу, я возил их на рейсовых автобусах, вот то, что показывается, с курицами внутри, с людьми на крыше. Мы были в тех районах, где вообще белых нет. Мы ели эту еду. И как? Ну, народ меня ненавидел ещё долго. Ну, вот Валерий Кравцов, бывший депутат Сейма, рассказывал, что он похудел в Индии килограммов на 20, потому что всё время пищевые отравления. Пищевые отравления за пищевым отравлением. Капля воды на тарелке, и ты уже восстановишь. Ну, не обязательно. Здесь же можно, знаете, скажем, для профилактики холеры можно там буквально пробочку пить джина, ну, если вот там от малярии или виски, чтобы убивать эту инфекцию. Ну, на самом деле, действительно, если вы берёте фрукты, хорошо их обрабатываете, скорее всего, вот то, что он говорит, очищение момент начался, потому что очень сильная земля. Бывает такое, что не спасает ничего ни эмодиумы, ни какие-то антибиотики. Вот человек очистит, и всё. И в какой-то момент это прекращается. Есть с кем всё в порядке, тоже трудно сказать. Но вы легко акклиматизировались, адаптировались к инфекции? То есть без проблем особо. Много воды, много воды бутылировано, безусловно, да. Или если это вода, то с горных источников, с водопадов. Но, конечно, не надо, когда вы обедаете на улице, не облизывать пальцы, там, желательно, ну, в таком контексте. Прервёмся на рекламу, потом вернёмся и продолжим. Не переключайте, Руслан Панкратов, гость программы «Утро на Болткоме» сегодня. Мы продолжаем программу «Утро на Болткоме». Михаил Губин и Марис Морканс, а также звукорежиссёр Евгений Копеин в гостях у нас сегодня. Депутат Рижской думы, врач-психотерапевт и автор фильма «Мой гуру» об Индии Руслан Панкратов. И телефоны в студии. Телефоны в студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также пишите в видеочате на портале mixus.lv. Марис, ты хочешь что-то сказать? Нет, давай сейчас спрошу про Филю. Вот фильм называется «Мой гуру». Хочешь сразу спросить, кто он, ваш гуру? Ну, это человек, который обладает сверхъестественными способностями, то есть… А с этого момента поподробнее. Да, да, да. Не, ну, он, он, конечно, это не афиширует, он, с его слов, вот он рассказывал, его, есть у сикхов глава «Гурунанок», и когда ему было 12 лет, то есть, знаете, как вот в православии, скажем, Дева Мария спускается, как некий такой… К нему спустился гурунанок и разговаривал с ним, отдал ему какие-то способности, то, что он разговаривал с ним. Второй раз он уже забрал его, когда, ну, как он говорит, уже не просто спустился, а забрал его к себе, там, куда-то, ну, как он говорит, на небеса, и они долго разговаривали. Таким образом, у него включились… В чем заключаются его сверхъестественные способности? Да. Ну, самое такое простое, он может, предположим, рассказать вам, что вас ждет в будущем, какие у вас черты характера, над которыми надо было поработать, что мешает развиваться. И, ну, из такого самого мощного, мне кажется, что при получении от него благословения, вплоть до того, что у вас могут поменяться судьбы. И были случаи, когда я вот реально наблюдал, что, скажем, гороскоп у человека один, а вне гороскопа начинает развиваться судьба, ну, трансформироваться в другую сторону. С вами это тоже происходило? Да, да, да. Безусловно, и самое тоже. А, скажем, вот левитация там… Нет, ну, этого мы не видели, с левитацией, это ближе, наверное, знаете, вот еще к одному моему учителю, это филиппинские хилеры, и не столько левитация, сколько операция вот руками, и тоже прекрасный результат. И опять же, для вот здорового… Хиромантия, да? Ну, хилинг, хилинг, хилинг. Нет, хиромантия – это полинтия, да, полинтия. Это филиппинская традиция. Филиппинская традиция, феномен, он о нем не рассказывает, но вот он, вот когда люди говорят, ой, это там самовнушение, я говорю, замечательно, поехали на Филиппины, заплати за самовнушение. Вот здесь, на ультразвуке, есть камни, через 2-3 недели их нет. Пусть будет самовнушение, я не могу тебе ничего доказывать. Да, может быть, и не надо. Бесплодные рожают, раковые живут… Я в точности, ну, это может перескочить. Да, да, давайте про Индию. Давайте, давайте, давайте. Вот интересно мне, да, вы депутат самоуправления, как там самоуправление работает? Там же святые… Стало бы при чем здесь гуру, да, да, я понял. Там же святые места. Вы смотрели на все это со своей… Да, у вас больше пальточек среди. С профессиональной, да. Ну, с профессиональной, да, вы знаете, очень разные типажи там есть, разные люди собираются, и задача… Ну, не столько, в общем-то, у меня нет такой цели, знаете, их критиковать там или исправлять. Но, как вот в православии, знаете, стоите возле иконки там и говоришь, господи, дай мне сил не оскотиниться. Ну, вот, наверное, это основная задача. Делать свою работу, делать ее качественно и не смотреть, там, что делают другие, как они делают. Если это они делают более качественно, конечно, это пример для подражания, но ни в коем случае не разжигать себе зависть там и давай интриговать, подковерные какие-то игры устраивать. — А вы, кстати, не входите в некое противоречие? Вы сами за эфиром сказали, что вы как православный человек, в то же время вы увлекаетесь буддизмом, ищете для себя гуру в Индии. — Индуизмом, да. Я изучил ислам, и только-только сейчас прикасаюсь к Торе, достаточно так владея информацией по суфизму, да, это мистическое направление в исламе. — Потому что религия обычно конкурирует, они достаточно ревностно относятся, если… — Знаете, я отличаю, вот есть религия как институт, да, есть вера в Бога. Вас никто не проклянет на адские муки только за то, что вы зашли, сняли шляпу там, где нужно было снять обувь, условно говоря. Поэтому нет, есть какие-то традиции, есть какие-то ритуалы, надо просто уважать. Но говорить, знаете, что все остальное, все ищи одиада, ну, послушайте, Бог один, и ему все равно на каком вы языке разговариваете. Вы поймите суть, да, то есть раскрыть сердце. Условно говоря, знаете, как вот иногда я со своими коллегами там спорю или с прихожанами там, вот Иисус сказал, и все идет, конечно, восхищение. Все достойно, все здорово. А почему вы не хотите попробовать не просто восхищаться, что Он сказал, а попробовать жить, как Он сказал? И вот такой вроде простой вопрос, а людей Он ставит в тупик. Мы же видим с вами, ни для кого не секрет, вот этих шипящих бабушек каких-то, да, или она там поклоны отобьет и потом начинает опять гадить где-то ходить. Сути люди не понимают вот этого, основу этой религии. То есть тебе плохо, не надо, значит, чтобы весь мир от этого страдал. То есть, ну, перебори в себе, переломай в себе, может быть. Для этого испытания-то и нужны. Посмотреть, как ты будешь себя вести, как ты будешь реагировать. Очень легко выпить, вместо того, чтобы меняться. Очень тяжело помириться с девушкой, пойти купить цветы. Лучше обозвать ее. А в Индии много религиозных людей? У нас-то не так много. Ну, они очень… Есть неверующие, скажем, да. Было так, что меня удивляло, когда индусы видят, что я там в фоломническом месте, или я совершаю какие-то обходы там, да, или нахожусь в храме, или сижу в этой там какой-то монашеской одежде, в келье, и они удивляются, что «а вы что, такой вот верующий?» То есть они, получается, чуть ли не в музей переходят. Есть люди верующие, в Индии очень много неверующих есть, которые вот на американскую культуру, какой-то там Кока-Кола, чипсы. Есть очень религиозные. Но у них очень… Индуизм, понимаете, это как бы не религия получается, это собирательный образ, там более двух с половиной тысяч богов, и каждый из них чему-то молит. Если брать на… Сравнивать с православием, знаете, там, если вы поклоняетесь Николаю Чудотворцу, вы, значит, вот Николаевец, условно. Если Серафиму, Серафимовец, может быть, да. И у них тоже это. Но есть основные какие-то божества, которым они поклоняются. Думаю, что неважно, опять же, возвращаемся к какой-то конкретике образов, скульптур, икон и так далее. Наверное, нужно вот то состояние, в которое вы можете себя загнать. С помощью мантры, с помощью молитв, искренне, с помощью какого-то воображения, самовнушения. Вот тогда включаются те механизмы созидательные, которые нас всех облагораживают, и облагораживают всех вокруг. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, присоединяйтесь. У нас в гостях депутат Рижской Думы, врач-психотерапевт и автор фильма «Мой гуру» Руслан Панкратов. Может быть, немножко о том, как вы нашли своего гуру? То есть, как вы познакомились? Это произошло в интернете? Произошло, возможно, никто не отказывается от современных технологий? Или, возможно, где-то встретились случайно? Вот как эта встреча состоялась? Ну, случайности в нашей жизни никогда не бывают. Было так, что я познакомился с профессором Пурабирой, она из Калькутты. И вот, как наши некоторые люди увлекаются, Индия, она просто фанатка русской культуры. То есть, когда я был у нее в доме, это, значит, такое что-то сюрреалистическое, потому что человек, женщина в саре, а вся ее комната – это севастопольские рассказы, гжель, какой-то самовар, русские иконы. То есть, человек переводит на бенгальский, Маяковского, какие-то еще произведения. Она преподает у них в университете на кафедре русского языка. Она говорит практически без акцента, и она использует такие слова, что мы с вами можем в такой речи не использовать. И мы с ней познакомились. Я ездил к ней, когда она преподавала в Москве и в Санкт-Петербурге. Я задавал вопрос, потому что у меня было только-только вот такое некое становление, а что это за культура, чем она связана, мы много слышали с вами об Индии, и что, и как, и как. И она меня пригласила на конгресс астрологов. Я поехал в Кальхутту, выступил, представлял нашу страну. Вы астролог? Ну, я изучал астрологию, скажем так. Еще начинал я с безызвестного господина Вронского, графа, потом Ромас Захарян. Ну, я не могу сказать, что я там профессиональный астролог, но мне по ушам очень трудно будет проехать, рассказывая, в каком доме Солнце и в какой эксцентент там Сатурн. Вот. И вот на этом конгрессе, уже это, наверное, второй год был нашего такого очень плотного общения, и задавая вопросы все уже не такие для знаний, больше уже для сердца, она говорит, знаешь, что давай я тебя познакомлю вот с таким человеком, мы у него иногда спрашиваем, всем же интересно, там, про будущее, как поступать, правильно ли поступать, где, может быть, мышеловка спрятана, чтобы не оступиться. И я говорю, да, конечно, я с удовольствием, мне это было бы интересно. И, вы знаете, я с ним буквально вот провел один день, это было в Дели, и как человеку вот нет такого, что я сразу вот кинулся к нему в объятия, да, но вот эти глубокие глаза, плюс совпало то, что у меня вдруг воспалилось среднее ухо, это боль невыносимая, это вторую ночь без сна, я думал, может быть, как-то в самолете немножко это отпустит, да, но неимоверная, конечно, боль, и не поймешь, что там в Индии покупать из лекарств. И мы поздоровались, обнялись, представились, и потом вот первые какие-то фразы, я говорю, послушай, вот мне сказали, что вы обладаете какими-то вот способностями, не могу, просто вот все, уже начинаю сходить с ума, хоть дрель ставь в это ухо и рассверливай. Он посмотрел, подозвал, сложил ладошки, почитал какую-то мантру, послушайте, ну это просто фантастика, в течение двух-трех минут просто боль уходит, и все, и никогда больше не за счастье. А на каком языке вы общались с ним? Коммуникация как-то существовала? Ну, тогда, тогда какие-то он на английском, может быть, пару фраз знал, ну понятно, что я хинди там, что там я со справочника посмотрел, как-то, вы знаете, языками жестов какие-то вот, мимик шел, наверное, и удивительно. Я сначала начал включать голову, и чувствую, она начинает мешать, тогда я практически стал убирать какие-то знания, да, и вот просто разговаривал, вот как, не знаете, как немы, может быть, разговаривать, и, ну, сердцами, что ли, наверное, так удивительно. А вы в Индию ездили только частными визитами, да? Ну, вот делегация была, ну, насколько ее можно считать, официальной, да, остальное все частные визиты. А у нас есть у Риги побратимы в Индии, города? Нет, нет. Кстати, в Индии есть город Рига. Это самое интересное. Нет, нет, ну, сейчас только вот в прошлом году, если я не ошибаюсь, летом открылось консульство, то есть индийские граждане могут получать визу, а у нас все продолжается, то есть все латвийцы, они получают визу все-таки в Стокгольме. Но у нас есть представительство, где вы паспорты задаете, уже не надо никому или самим ездить, или здесь у нас есть такой обслуживающий. Давайте примем звонок, у нас на линии радиослушателей, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует тем, что... Сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник. Вот, например, старая женщина, вот лет 80, встречает своего мужа предыдущую жизнь, которому сейчас, ну, 40 лет. Что происходит? Встречает во сне? Нет. Я думаю, что... Мистический случай описывает наша радиослушательница. Да, да. Я так понимаю, что женщина описывает, что ей 80, а вдруг она встречает мужчину, которому 40, и она полагает, что это бывший ее муж с прошлой жизни. Да, я тоже так понял. Ну, что, как я могу прокомментировать, здесь два есть варианта. Один из них нельзя исключать психиатрию. Второй момент, все эти, если мы говорим в контексте версии, так сказать, кармических, вот всех этих преобразований, то да, вполне такое может быть. Что с этим делать? Ну, послушайте, если, ну, скажем так, пафосно, если Богу угодно, значит, они бы встретились бы раньше, да. И я бы не исходя... Если мы говорим, как я понимаю, слушательница говорит о некой любви, то в вопросах любви голова неприемлема. Вы, если любите, то вопросов этих не задаете. Это тоже, позволю, случай из практики, когда доктор, а с кем мне остаться, с мужем или с любовником? Ну, уже ни с кем. Потому что, если вы задаете себе вопрос, значит, вы уже не любите мужа. А если вы, опять же, этот вопрос задаете, значит, вы уже и не любите любовника. То есть, этот вопрос вообще не должен подниматься у человека. Ну, что значит, что делать? Вы любите, ребята, какие могут быть преграды? Не любите, да как бы вам... Что вот... Ну, есть же обстоятельства, например. Есть, да, мораль общественная. Есть, есть. Ну, в разрез социума-то, конечно, не надо идти, но исходите из наименьшего, может быть, ущерба для себя, для общества. Да, есть и мезальянс, есть разница в возрасте. Ну, давайте на первое место все-таки, знаете, ставить любовь. А потом все остальное. Потому что, если мы будем сейчас исходить, кто у кого будет жить и кто у кого будет кормить, и кто кому будет за ушком чесать, ну, мы так можем долго подбирать бытовое... Давайте тогда еще звонок примем. У нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Сдается мне, что здесь без Гааа не обошлось у нашего мальчика. Вот и все. Да, спасибо. Вопрос. Я понимаю, что наш слушатель пытался... Давайте введем в контекст. Да, потрунивать над тем, что Гуаа, это считается столица... Кипстарев. Да, это там, где... Дауншицы. Марихуана, да. Марихуана раньше стоила 2 доллара, по-моему, если не ошибаюсь, целая чашка. Я не знаю, я вас разочарую. Я никогда не употреблял наркотики. А в Гуаа-то были? А в Гуаа действительно было, но это было 12-15 лет назад. Это и Гуа, я вам сразу скажу, если мы говорим о паломнических каких-то вещах, это не Индия. Это стопроцентный курорт с соответствующими выводами. То есть вы можете поехать на мой... Это как, знаете, поехать в Турцию на пляж помолиться. Это ни к чему. Давайте я зачитаю из видеочата сообщение, но как раз в тему. Вот что пишет наш радиослушатель. «Я скажу не о вас, а о возможной тенденции. Боюсь показаться чопорным, но разве сейчас не стало просто модно ездить в Индию, заниматься йогой и духовными практиками? Существует мнение, что это просто духовные понты, заменившие джинсу, дефицит, малиновые пиджаки, барсетки, крутую машину, айфон и другие достижения быта. Извечная тяга, народа к блеску и разнообразию». Кстати, вот мода. Значит, пресловодие моды на Индию. Есть, она есть. Нельзя это отрицать. Вы абсолютно правы. И спасибо за такой хороший вопрос. Наверное, что с этим делать? Вы знаете, пусть это решать не мы будем, или я как руководитель. Но как вы представляете? Давайте, знаете, как в медицине есть дифференциальный диагноз. Вот ко мне приходит человек, я явно вижу, что он на понтах и он в моде. И я буду надувать щеки и рассказать, вы знаете, вы перед тем, как со мной ехать, должны прочитать, я не знаю, Агни, что-нибудь, Агни-йогу, Рериха, Блаватскую, опять же. Все это время, вот эта вся мишура, вся эта блажь, как мы говорили о грязи в Индии, она должна отлететь. Она должна отлететь автоматически. Это не степень интеллекта, это степень внутреннего развития. Вы же с ребенком в 7 лет не разговариваете о высшей математике не потому, что он тупой. Это не его уровень. Когда человек достигает какого-то уровня, вы можете говорить о других темах. С ребенком вы разговариваете на его языке. То есть нужно дорасти, если вы простите. Нужно созреть, нужно, может быть, это пережить. Ну, не то чтобы перебороть, нужно, чтобы человек сам это понял, что, ну, какая-то все ерунда там. Вот мы приезжаем, кто-то, знаете, под... Ой, а кто в этом храме жил? А кто его построил? А кто здесь был, в нем заходил? Ну, хорошо, вот ему нужно эти... Он... Ему нужно, ну, материально какое-то объяснение. Как, опять же, с филиппинским хиллером. Как это вот руки заходят, а потом выходят? Понимаете, мозг кипит. Наверное, это зеркала, наверное, это самогипноз, наверное, это фокус. Но психика, она так должна спастись, потому что иначе вы сходите с ума, если нет рационального объяснения. Как можно объяснить, что вот вы заходите, скажем, ну, поехали, просто якобы вот поездка в Индию. То есть две недели. Внешних факторов нет. Мы не пьем никаких лекарств, мы не делаем никаких манипуляций медицинских, в том числе... Наркотиков не принимаете. Да, мы не принимаем, опять же, вот то, что слушатель сказал, там, в Гуамо не ездим, не курим эту марихуану. Но, тем не менее, люди-то приезжают, а они меняются. И вот тогда, наверное, можно потратить огромное количество времени на то, чтобы разбираться, как и что это происходит. Поскольку это настолько глубинно, настолько сакрально, что я, например, не знаю, правильно, неправильно, я отказался от этого. Вот есть на входе, предположим, человек в депрессии, человек, который, ему кажется, что его никто не любит. И мы съездили в Индию, через 2-3 месяца он меняется, кто-то пошел на курсы живописи, кто-то пишет стихи, его жизнь становится полноценной. Мне результат важен. Мне интересно, вот вы, как психотерапевт, вероятно, здесь люди с помощью Индии создают свой такой секонд лайф, вторую жизнь. И они ее, либо она вытесняет жизнь, которая здесь, либо это жизнь. Кто-то трансформирует. Здесь нужен, опять же, здоровый подход. Здоровый подход нужен во всем, понимаете. Можно уйти и во фоне жить с утра до вечера. Здесь нужно, вы вот, знаете, опять же, говорят, давайте мы уедем в Индию, забьемся в какие-то монастыри. Вот если бы я там жил, я бы сразу просветился. Послушайте, в Индии на каждый квадратный метр по гору съездили, получили вот этот заряд, получили эту любовь. Даже, опять же, увидели эту нищету, ее же тоже можно использовать во благо. Скажем, показываешь там ребенку, ты видишь вот этих нищих, это потому, что они не учились. Потом заводишь его в богатый квартал, у них же все это по-индийски, по-восточному, у них там люстры могут быть, не знаю, по 2 метра из золота и хрусталя. У них государство кастовое, там те, кто нищие, они не могут учиться. Вы знаете, сейчас уже начинает ломаться, это вот с Индира Ганди началось, ну, они придерживаются где-то, но сейчас уже некий есть замес. Я вижу его, что есть люди, скажем, шудры из касты нищих, они становятся уже успешными бизнесменами. То есть, неприкасаемые уже. Там в шудрах есть две таких категории, просто шудры неприкасаемые, неприкасаемые, это вот для нас с вами совсем уже бомжи, которые, ну, совсем без ничего. Другие шудры, ну, это как рабочие такие вот, дворники, может быть, это в каждой касте еще есть такие две подкасты, что называется. Но есть и брамины, которые должны якобы быть элитой общества, но они очень, некоторые из них могут жить в джунглях, в коробке из-под телевизора, в картонной. А как там себя чувствуют женщины? Там же патриархальная государство. К женщинам у них отношения никак, конечно, в исламском мире. То есть, если в исламском мире женщина крайне социально защищена, хотя нам кажется, что там, в общем-то, все жестковато, но в Индии к ним относятся достаточно, ну, не то чтобы брезгливо, но так вот со сдержанной, что ли, вот какой-то, ну, неосторожностью, ну, скажем... Но не на равных. Нет, вот как бы мы с ними не дружили, вот друзья у меня там, мы приходим в дом, и они, в общем-то, это высшая каста тоже считается, и очень богатые люди. Но вот жены не позволяют сидеть за одним столом. Вот из нашей группы девочки сидят, а жена, ну, максимум, что она может облокотиться, может быть, на кресло, вот как-то прислониться, но никто за стол не садится. Внимательно отслеживают, что там у гостей, что это у них, конечно, в крови, это гостеприимство, хлебосольность такая, да. Но я вижу, они не, они могут поспорить, но ругаться они так, как только мужчина чуть поднимает голос, типа, там, хватит, я тебе скажу. Она раз, сразу скатывается, и дальше диалог не продолжается. То есть она может капризничать, как женщина. У женщины же природа такая, как ртуть, она все время меняется. Но вот любой какой-то щелчок или вот такая, ну, в хорошем смысле моральная подсчетчина, она женщину моментально стабилизирует, и она сразу раз, она все, извини, извини, я погорячилась, и отходит. Это тоже я вижу. Вы встречали женщину? Давайте на звонок есть, да? Ну, он женат, у него есть жена, у него есть одна дочь, и у него пять сыновей. Иногда они так спорят с папой, я бы сказал бы, так не по-индийски уже, что это ближе к европейскому, но все равно глубокое уважение, вот это же папа сказал, да, это даже иногда мешает, потому что попросишь, думаешь, ну, что я буду Бахарибабу там трогать, просто чай попрошу, да, берешь самого маленького, типа, иди мне у мамы проси, сделай мне чай. И там по цепочке начинается, маленький-большой, мой большой-маленький, потом доходит до мамы, мама спрашивает у Бахарибабы, он говорит, да, да, налей ему чай, и вот тогда вот получено от руководства. Это получается как в армии, что товарищ майор, можно обратиться к товарищу полковнику, да? Да, абсолютно, да, Вадим, абсолютно. Давайте примем последний звонок. Да, звонок у нас примем. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. У меня вопрос короткий, но наверняка непростой. Если, возможно, гостью, если, возможно, не сразу отвечает, может быть, через паузу, ну, подумает. И, если, возможно, пускай оператор не видит. У нас две минуты до конца этого эфира, задавайте, пожалуйста. Что, по его мнению, такое вера в Бога? Спасибо. Такой прям вопрос, да. Да, спасибо. Глубоко, не скрою. Вера в Бога, знаете, очень, наверное, так отвечу. Мне очень понравилось еще в Киевской Печорской лавре, когда я с отцом Александром, он мой духовник, мы общались, Катюжанский сейчас он его зовут. И хорошую фразу он произнес, он говорит, люди, ну, или там, ты, говорит, не можешь знать, есть Бог или нет. Но вести себя в жизни ты должен так, как будто бы он есть. Ну что ж, это исчерпывающий ответ. Кстати, где можно фильм ваш посмотреть? Фильм, да, я вас всех приглашаю. 24 мая, кинотеатр «Косунц», 18.00. Еще раз мы сделаем этот показ для тех, кто не успел посмотреть или где-то был в отъезде. И это, кстати, совпадает. Вот с 22 по 24 мая у нас будут дни российского кино в «Косунце». Тоже приглашаю, пожалуйста, приходите. А на Торренте не выложите фильм? Выложу, но попозже. Сейчас мы ведем переговоры. Сейчас этот фильм рассылается на кинофестивали, на телеканалы с предложением его как-то демонстрировать на своих каналах. Ну, в течение полугода-года станет ясна эта картина, пользуется он успехом, интересно это кому-то или нет. Но в общем доступе, не сразу, но он будет обязательно, и поэтому буду рад, если он вам понравится. Руслан Панкратов, депутат Рижской думы, врач-психотерапевт и автор фильма «Мой гуру» был гостем нашей программы «Утро на Болткоме». Мы с вами не прощаемся, через несколько минут вернемся, у нас впереди интерактив, будем говорить о том, что делалось с велосипедистами. Напомню, что им запретили ездить по тротуарам. Об этом мы поговорим с вами, так что звоните, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Мы скоро вернемся, а нашему гостю говорим спасибо и всего доброго. Спасибо вам, что пригласили в Вестлень.